Саламас Тармахурмит Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно Я здесь просматриваю разные сообщения которые пишут в чате говорят о неком партнере, который моим умер Сразу скажу, у меня такого партнера не было Это вранье, это не мой партнер Это просто бизнесмен в России и никогда он не был моим партнером Поэтому мы будем обсуждать сейчас наши темы Я просто в качестве информации вам даю чтобы не было всяких разговоров лишних Сегодня в эфире мы будем изучать те требования, которые мы озвучим 6 июля Я расскажу, каким образом организовать контакт со штабом ДВК и лидерами на места в Казахстане как это будет организовано о кредитной амнистии и другие вопросы Хотел бы напомнить, что наши требования следующие бесплатное высшее и среднеспециальное образование как во многих странах Европы стипендии студентов 50 тысяч тенге Студентам всем В том числе те, кто обучается на платном обучении частных или государственных учебных учреждений Мы будем требовать, чтобы были обсуждения выданы студентам или компенсация в размере 30 тысяч тенге Также учителям, воспитателям и преподавателям поднять заработную плату чтобы зарплата была от 200 тысяч тенге до 300 тысяч тенге Также бесплатные обеды для школьников в первых и четвертых классах повышение зарплаты полиции а также кредитные амнистии Кредитные амнистии связаны с ипотечными займами на недвижимость до 30 миллионов тенге плюс списать все потребительские кредиты и таких кредитов набирается около 8,5 миллиардов долларов и кредиты имеют более 8 миллионов человек в нашей стране Я хочу напомнить, что мы проводим мероприятия в тот день, когда Акима областей и городов проводят праздничные мероприятия посвященные Дню столицы 20-летию Астане Поэтому полиция не сможет перекрывать площади Мы проникаем на эти территории и там будем организовывать акцию Я вчера озвучивал, что мы создаем аккаунт Обращался к активистам Те, кто создавал или создает ячейки Кто может создать Причем ячейка должна быть такая где членами этой ячейки должны быть только доверенные лица Друзья, родственники, близкие, знакомые в которых вы уверены Не надо создавать большие ячейки И эти ячейки должны общаться только со штабом Штабом мы создали аккаунт Он называется штаб Сейчас наши админы сбросят в сеть И я предлагаю нашим членам ячейки активистам выходить на него Мы начнем контакт именно в личке Не нужно общаться в режиме секретной переписки Именно писать к этому аккаунту будет иметь доступ я и члены штаба То есть фактически целая команда людей будет с вами переписываться У меня будет возможность, я тоже буду переписываться Мы будем договариваться, как действовать с членами этой ячейки Я вчера говорил, но давайте мы сегодня еще раз обсудим более детально Дело вот в чем В регионах и различных городах, где мы организовывали митинги Люди подтягивались, подтянулось более чем 10 раз Больше чем 10 мая Но в связи с тем, что центральные площади были захвачены полицией То люди конструировались в разных скверах, площадках и все прочее И никто не решался именно координировать, консолидировать эту массу И большой массой зайти на территорию этих площадей И тогда полиции было бы нереально хватать по одному Потому что большая масса бы зашла на эти площади Что в этой связи мы предлагаем? Все время люди говорят, что нужны лидеры Или нужен лидер Мы озвучивали, чтобы лидерами становились вы Но в тот день, к сожалению, в связи с тем, что полиция заняла площадь Многие из вас не решились на активные действия Я не видел плакатов, чтобы кто-то приходил с плакатами Поэтому я предлагаю следующий шаг Предлагаю, как действовать И обращаюсь именно к руководителям ячеек К членам этих ячеек К активистам, которые могут взять на себя Выполнение этой задачи, которую я сейчас озвучу А именно представьте себе Допустим, это 20 часов времени И на этой площади ходит много людей В этот момент член ячеек Или руководитель ячеек Резко разворачивает плакаты Или другие какие-то атрибуты Связанные с организацией нашего митинга И начинает скандировать наши лозунги И вокруг этих людей Начинают сразу концентрироваться наши сторонники Которые пришли на эту площадь Или эти площади специально с целью Поучаствовать в этом митинге То есть кто-то должен начать Поэтому мы хотим в каждом городе Сформировать команду Руководителей ячеек Причем эти ячейки Они должны быть автономны Между собой не общаться И создать ядро Допустим, 10 ячеек Это человек 30 или 50 Которые, собравшись на тех или иных площадях Начнут озвучивать лозунги Скандировать И тогда к ним подтянутся другие люди И с таким образом создастся масса Так будет организован митинг Кто-то должен начать действовать И мы сейчас хотим опереться на руководителей ячеек И на членов этих ячеек Или активистов, кто готов действовать Пусть даже в одиночку В этой связи Мы создали аккаунт Штаб он называется И через этот аккаунт Общаясь индивидуально С каждым из руководителей ячеек Каждым из членов ячеек Мы хотим по каждому городу Тщательно подготовить эти действия Поэтому, ребята, сейчас админы сбросят этот аккаунт Прошу сегодня регистрироваться И выходить на связь Именно руководители ячеек Члены ячеек И активисты, кто хочет и готов Начать запускать эти акции протеста 6 июля Мы знаем место Мы озвучим это место Сейчас мы хотим выйти на связь С ячееками, с руководителями ячеек Членами этой ячеек С активистами Отдельно, индивидуально Не так, чтобы в общем чате Когда агенты КНБ Видели бы все Видели бы эти даже пусть Незнакомые аккаунты Неизвестные Но тем не менее Они бы потом начали бы Скажем Пытаться внедриться Оказать давление на тех людей Кто имеет эти аккаунты Мы хотим переписываться в личке Тогда, если даже с нами Будут переписываться комитетчики Мы их не В связи с тем, что ни с кем не знакомим С другими ячейками Они будут локализованы Они будут общаться только с нами Мы находимся относительно неуязвимости Мы не знакомы Эти КНБшные ячейки с другими И каждая ячейка Группа действует автономно И мы хотим таких ячейок Чтобы было как можно больше В каждом городе Вы понимаете, да? Если одновременно резко 20-30 человек Начнут действовать Выходить с нашими лозунгами Требованиями Или плакатами То митинг состоится Потому что Другие сразу подтянутся Окружат наших активистов И будут вместе Скандировать требования К этому митингу Вы видите ДВК-волонтер Выбросил в чат Обращение Внимание активисты Называется Почитайте, пожалуйста Давайте действовать вместе Именно вот уже в секретном режиме Индивидуально Подготовку митинга Проводить на уровне Активистов И руководителей ячеек Здесь мы уже обсуждаем время Ну, насколько я знаю Эти акции Концерты Будут проводиться весь день С утра с 10 часов Но реально это июль Еще жарко Может быть мы Будем ориентироваться на вечер Сейчас, пока мы разговариваем Я жду от вас предложения Во сколько часов? 18 часов 19 часов 20 часов Во сколько вы считаете удобным Ну, имейте ввиду Что, наверное, во всех городах Будет проводиться Разный салют И так далее Чтобы это было раньше Во-первых Во-вторых Чтобы не сильно мешала музыка То есть нам нужно определить Правильную дату И время Точнее не дату А время Ну, а теперь по Этому мероприятию Которое организует власти В каждом городе Мы сейчас понимаем Что именно на эти акции На этот митинг Выйти с голубыми шарами Наверное, неправильно Потому что вы знаете На предыдущей акции Они просто задерживали прохожих Которые там гуляли Сидели на скамейках И так далее Если наши сторонники Будут идти с голубыми шарами То ясно, что полиция Будет уже заранее задерживать И не пустит на эти мероприятия Поэтому мы предлагаем Действовать совершенно по-другому То есть мы сейчас Ту символику Которую связывают С демократическими выборами Казахстана Предлагаем не использовать В тот день Именно вы знаете Как они определяют Вот И сейчас мы предлагаем Использовать скрытые символы Которые можно использовать Неожиданно на этих местах И при том Мы за основу возьмем Наш синий цвет Который сейчас Воспринимается Как символом Демократического выбора Казахстана Я сейчас предлагаю Следующее Мы можем взять Синие стикеры На которых можно От руки фломастером Написать одно из требований Например Я за бесплатное образование Все наши требования Известны Кроме бесплатного образования Мы говорим Стипендии 50 тысяч тенге Оплатить Субсидию получить В размере 30 тысяч тенге Зарплату учителям От 200 до 300 тысяч тенге Возвращение бесплатных обедов Повышение зарплаты Полиции Кредитной амнистии Это все Можно нанести на стикеры На синие стикеры Вы понимаете На синих стикерах Можно Фломастером написать Какого-то яркого цвета Наши требования И эти стикеры Можно расклеивать Где угодно Когда пройдет День города По всем регионам страны Наши стикеры Будут везде Это следы Будут для многих людей Будут понятны Наши требования Вторая идея Вы помните Мы на 1 июня Предлагали Синие бумажные самолетики Вот собственно Это идея телеграма Вот синие бумажные самолетики Можно спрятать всегда Это обычные бумажные самолетики Это будет смешно Если будут обыскивать И искать бумажный самолет Это весь мир будет умирать Хохотать И это будет Возмущение Во всем Цивилизованном мире Так вот Мы можем взять Синие бумажные самолетики На которых От руки Напишем Или Можно даже Печатать Напечатать на этих бумагах Наши требования И вот эти Синие самолеты Мы можем запускать В тот день Когда будет праздник Так называемый День Астаны Понимаете Да Синие бумажные самолетики Это вообще будет Интересно Потом Вы знаете Есть различные Синие самоклейки И прочие Синие аналоги Типа листовок Где будут указаны Наши требования Вот В канцелярских товарах Можно купить Синие самоклейки И на них Написать наши требования И вы понимаете Что мы можем его Там На помещениях На зданиях На остановках Везде наклеивать Везде То есть Это самоклейка Надо увешать Вот требованиями Там где мы будем Проходить Находиться И так далее И тогда Люди будут Знать Что ДВК Проводит Митинг Проводит Вот именно С этими требованиями Еще интересная Креативная идея Можно Выкрасить В синие ладони Это Представляете Это будет Такой креативный Флешмоб Для активистов Например Какой-то модератор Из наших активистов Который будет Находиться на площади Или ряд модераторов Начнет Выкрикивать Например Одно из требований Кто за кредитную Амнистию И тогда Синие руки Взмывают Вверх Поднимаются И важно Это сфотографировать Поднятые Ладони Синего цвета И это Обойдет Весь мир Вы понимаете Это такой Флешмоб Будет Очень крутой Кто За Списание Допустим Модератор Говорит Ипотечных Займов Раз Вверх Поднимается Огромное количество Рук Синего цвета Кто За то Чтобы списать Потребительские кредиты Опять поднимаются Руки И фотографируются Но для этого Нужны активисты Которые Людей таким образом Стимулируют Все по команде Начинаем реагировать Это вообще Будет нестандартно В нашей стране Никто никогда Не проводил Таких мероприятий Тем более На День Вастаны Астаны Когда Полиция Фактически Не может Ничего не сделать Не может перекрыть Не может никого Преследовать Это такой Флешмоб Веселый Если кто-то Написал Комментарий Что Надо не забывать Что Разные страны Стали независимы Более 40 лет Что якобы Мы со временем Будем лучше Кто бы не был В руля страны Ребята Вы не обманывайте Себя Не успокаивайте Это все ерунда Что вы сказали Эстония Вместе с нами Одновременно Вышла из Советского Союза В 91 году Это развитая Одна из самых развитых Стран Центральной Европы Понимаете Да Это среднеевропейская Страна У которой доход На душу Населения В 2,5 раз Больше Чем в Казахстане При этом Страна не имеет Ни нефти Ни газа Ни угля Ни других Месторождений В 2,5 раз Доход на душу Населения Никаких 40 лет Нет Они одновременно С нами Вышли из Советского Союза Это относится И к Латвии И к Литве В 90-м году Ушли далеко Вперед Нас Арабские страны За 20 лет Вот как Дубай Они вообще Оторвались Вошли в число Ведущих Стран мира По уровню жизни О чем вы говорите Какие 40 лет Южная Корея За 20 лет Сделала рывок Траву ели Поэтому не надо Себя успокаивать Обманывать Тем более Что это неправда Меня опять Все время Спрашивают Нарымбаев Я уже много раз Говорил Ермек Нарымбаев Провокатор КНБ С КНБшниками Я не разговариваю Дебаты Я готов вести На самом высоком уровне Всякими КНБшными агентами Я не общаюсь Что я хотел сообщить Я знаю Что Наши там Активисты Ходят В чат к нему К Ермеку Нарымбаеву Я для себя Так воспринимаю Что он Агент КНБ Я уже многократно Озвучивал Он многократно Нападает на ДВК Если наш активист Ходит у нас И шатается там В шиндыке Так называемым Если вы не определились Вы лучше там Шатайтесь Не ходите к нам У нас здесь Наши сторонники Не бывает Что ты и в шиндыке И в ДВК При этом Прекрасно зная Что я озвучиваю Что это агент КНБ Прекрасно зная Что этот человек Все время ходит Поливает ДВК Все время О каких дебатах Вы говорите Вам надо Прелиться Все те Кто шатается В шиндыке Останьтесь там Не приходите к нам Здесь только наши сторонники Нам шпионы не нужны Кстати ребята Тоже неожиданные идеи подают Может лучше синие перчатки Кстати говоря Это очень интересная идея Действительно Можно не раскрашивать Просто одеть Сильные перчатки Тоже хорошая идея Молодцы ребята Ребята Мы предложили Свои идеи Насчет самоклеек Самолетиков Но судя по тому Как вы сейчас Делаете предложение Что синие перчатки И так далее Еще какие-то У вас тут идеи Я считаю Что мы Мы здесь не можем Ограничивать Вы можете придумать Любые идеи Именно синим цветом Как здесь предлагают Синие ленточки Это нормально Отлично Креативно Давайте Предлагайте идеи Мы давайте Ближайший день Два Еще раз Расширим Наши Скажем Идеи По тому Каким образом Отмечать Этот Митинг И так называем Праздник Чтобы наши Лозунги Там прозвучали Это отличная Идея Молодцы Ребята Молодцы Вот Люминопор Продается Люминопор Сотплаты В джазветр Да Чтобы ночью Он светился Тоже отличная Идея Молодцы Здесь Атан Надо Опять пишет Что не надо Сравнивать С теми странами Которые стали Независимы Уже давно Мы тоже Независимы Считай 26 лет Я говорю Еще раз Что Столько же лет Независимы Эстония Латвия Литва Чехия Польша Но их экономика Ушла далеко Вперед Они одновременно С нами Получили независимость Ребята Вы запомните это Вы никак не можете Осознать Что Эти страны И не только эти Вся Восточная Европа Получили независимость В 90-91 году Понимаете А Эстония Литва Латвия Одновременно С нами В 91 году Вышли из Советского Союза Одновременно А с кем нам Еще сравнивать Это же нормальный Способ сравнивать Одновременно Вышли из Союза За это время Эти страны Оторвались А мы упали Вот и все А с кем еще сравнивать Я же не сравниваю С Америкой Германией Я сравниваю С теми Кто вместе с нами Одновременно Вышли из Советского Союза Из под давлений Советского Союза Ребята Давайте сейчас Не фантазировать Временное правительство Исламская партия Мы еще не имеем Временного правительства Давайте Сейчас тема Другая Вот я вижу И Рука Раскрашенная 6 июля Написана И я так думаю Что и перчатки Можно сделать Действительно Раз Перчатки Спрятал сумочку Вытащил его Поучаствовал Потом перчатки Вытащил Убрал И никто не сможет Ничего сказать Это отличная идея Молодцы ребята У меня здесь спрашивают Когда будем объявлять Байкот или забастовку Давайте будем Последователями Забастовка Это непросто Забастовка делается На предприятиях Нужно договариваться С активистами На тех или иных Предприятиях Вот как шахтеры В прошлом году В конце ноября Поставали Это отдельная работа Байкот и так далее Тоже Это нереально Тогда Когда нас мало Нам надо добиться Чтобы нас было Сотни тысяч Десятки тысяч Понимаете Давайте мы Мы же к этим задачам Идем Поэтапно Мы должны добиться Сейчас Вот на этих митингах Большой численности Тогда мы Будущее Можем говорить О других акциях Вот Давайте сначала Поэтапно Научимся Участвовать Именно в акции Протеста С нашими требованиями И добиваться Их исполнения Ребята Не отнимайте У меня Время Брат Муслим Я вам говорю Еще раз Нужно быть полным Идиотом Чтобы не понимать Что Ермек Агент КМБ Человек Который Все время поливает ДВК Все время Пытается дискретировать Уже даже на него Время не тратить Не отнимайте У меня время Я вот последний раз На этот вопрос Отвечаю И все Все кто хочет С Ермеком Идите к нему Это не наш человек Если вы слепой Значит вы слепой Будете всегда Мы вам Зрение ваше Не восстановим Здесь спрашивают Могут ли отменить Народные гуляния Нет Не могут Это будет опять Новый позор власти Назарбаев Будет проводить С размахом 20-летие Астаны По всей стране Поэтому ребята Имейте ввиду Что все будет По плану По графику Площади будут открыты Они будут стараться Забить нас музыкой И так далее Давайте мы тоже Найдем свои ходы Чтобы мы смогли Реализовать Свой план действий Перчатки Ребят На самом деле Идея хорошая Они одеваются На сам процесс Когда люди Реагируют За перчатки Не могут арестовать С таким же успехом Вас могут Арестовать За бумажку За самолетик За ваши очки Какие-нибудь Синие И так далее Что вы там Такие запуганные Какое основание Будет за перчатки Арестовывать Это что Они будут Как к рубашке Цепляться К сумочкам Будет цепляться Почему они Голубого цвета У них нет Оснований юридических И это опозорится Опять на весь мир Как они Шариками так сделали Потом отказывались Говорили Нет Не было такого И их обсмеяли Просто Не надо так себя пугать Перчатки Это хорошая идея Ребята Опять же Вот здесь Предлагают Провести митинги Несколько раз в день Такие вещи Делать тогда Когда организации Сильные Организованные Все прочее Давайте мы Сделаем Хотя бы Один раз в день Ну что вы Придумываете Все время Несколько раз в день Днями стоять И так далее Давайте Реальные вещи Давайте мы Научимся Хотя бы Один раз Сделать Какой-то Период Один раз В месяц Один раз Две недели Ну как Можно Делать Несколько раз Если мы Один раз Не можем Сделать Давайте мы Не фантазировать И думать О реальных делах Здесь Говорят По времени Что в 35 Часов дня Мы это Еще обсудим Но вы Должны Взять во внимание Что Люди В основном Будут вечером Собираться Вечером Потому что Ожидается Салюты Разные Мероприятия Все прочее И не будет Жарко К вечеру Поэтому Я не уверен Что в 3 часа дня Вот Например Ну практически Сейчас вся территория Казахстана В это время Будет жарко Практически Везде В днем В 3 часа дня Поэтому Давайте мы Все таки Еще раз Посоветуемся В ближайшие Два дня Мы определимся Просьба Руководителям Ячеек Активистов Выйти на Аккаунт Штаб Мы начнем Переписку Нам нужно Определить Время Нужно Определить Место Потому что Вот мы По разным Городам Получили места Где будет Проводиться Мероприятие Таких мест Много Там будет Выступать Местные Артисты Разные Люди И так далее Поэтому Просьба Именно При поддержке Наших Активистов Из разных Городов Определить Место И время Времени У нас Мало Осталось До проведения Митинга Нам нужно Ближайшие Буквально Несколько Дней Отработать И мы Начнем Выпускать Плакаты С местоположением И временем Митинг Который Мы Проводим Он Проводится Для всех Наших Сторонников Для тех Всех Кто разделяет Идею Бесплатного Образования И повышение Зарплаты Полицейским А также Кто поддержит Идею Списания Ипотечных Займов И потребительских Кредитов Я вам Даю информацию Ребята По потребительским Кредитам У нас Более 8 миллионов Человек Если они Хотят Изменить Свою жизнь Хотят Списать Свои займы Они Должны Прийти На эти Акции И поддержать Нас И добиться Вместе Результата Понимаете Представьте Цифра Более 8 миллионов Человек Загружены Потребительскими Кредитами Более 8 миллионов Это Огромная Цифра Мы Говорили Что Люди Которые Будут требовать Бесплатное Образование Тоже Их Миллионы Фактически Каждая Семья Это Проблем Кажду Семью Нашими Темами На этом Митинге Поэтому Побожалуйста Побольше Информации Распространяйте Когда мы Говорим Синие Перчатки Вы Обратите Внимание Модератор Выкрикивает Кто За Бесплатное Образование Руки Поднимаются Вверх Могут Подняться Синие Флажки Но Руки Поднимаются Именно Разукрашенные Или Перчатки Синие Тоже Хорошая Идея Понимаете Когда Вы Говорите Синие Платки На голову Парнем Кепки Тогда Как Когда Кто-то Модератор Будет Выкрикивать Платки Вверх Поднимать Или Кепки Такое Возможно Вот Тоже Такое Возможно Главное Чтобы Синий Цвет В этом Участвовал Предлагает Синие Маски Я Просто Видел Как Люди Просто Сли Синих Масках И Окружали Омонов Их Тащили Да Ну Слишком Заметны Понимаете Надо Чтобы Именно Момент Митинга Мы Вытащили Наши Синие Цвета Маски Будут Заметны Пока Вы Будете Идти Вас Просто Задержат Потом Полиция Продержит Три Часа И Отпустят Конечно Но Вы Не Сможете Участвовать Митинги Поэтому Я Думаю Идея Синими Масками В данном Случа Не Очень Удачная Мы Должны Проводить Мероприятия Именно В местах Там Где Народ Собирается Праздновать Барахолка Не годится Барахолка Это Знаете Не для Этих Целей Там Митинги Выкрикивать Наверное Будет Не очень Хорошо Именно Там Где Праздничные Мероприятия Проводятся Где Люди Приезжают Приходят Отдыхать И Там Где Большое Скопление Людей Барахолка Не для Этих Целей Я Уж Не Говорю О том Что Барахолка Вечером Будет Закрыто Еще Еще Раз Ребята Сейчас Наши Активисты Раскидали В чат Аккаунт Штаб Называется Прошу Активистов Подключиться И Руководителям Ячеек И Выйти На Связь От Каждого Города Мы Начнем Переписываться Общаться Голосовыми Сообщениями Они Будут Индивидуальные И Никто Вас Не Будет Слышать Посторонние То Мы С Каждой Ячейки Так Будем Общаться Со Мной Очень Много Разных Ячеек С Разных Городов Общаются Но Сейчас Я Предлагаю Наш Общение Перевести Именно В этот Чат Потому Что Я Сам Не Буду Успевать Через Свой Телеграм Общаться С вами Потому Что Сейчас Объем Работы Огромный Ко Мне Приходят Тысячи Сообщений Не Только В Телеграм Еще В Инстаграм Фейсбук И так Далее Я Не Буду Успевать Отвечать Поэтому Из Штаба ДВК Будет Работать Целая Команда Людей Которые Будут С Я В прошлый Раз Говорил Это Нас Отвлекает В Сторон Отвлекает Потому Что Никто Еще Не Показал Что Там Китайцы Тысячами Ходят Договора Бумаги Что Они Вот Получили Давайте Мы Не Отвлекаться И Не Поддаваться Волне Это Специально Там Вбросы Всякие Идут Давайте Мы Будем Проводить То Что Человеку Нужно Каждый День Образование Проживание Жилье Заработная Плата Чтобы У вас Списали Ипотечные И потребительские Кредиты Это Реальность Давайте Реальностью Жить А все Эти вещи Про Китайцев Давайте Додвинем В сторону Наступит Время Мы Этой Темой Тоже Займемся А Сейчас Это Просто Ажиотаж Пустые Разговоры Притом Никто Это Не Показывает Где Чего Как Пусть Видео Снимут Все Это Знаете Как На Концерт Похожи Давайте Не Отвлекаться Это Нам Специально Пытается Помешать На 6 Июля Здесь Говорят Что Якобы Только В Астане Праздник А остальные Выходные Дни Дают Нет Это Не Так Мы Имеем В ряде Городов Планы Концерты Праздничные Выступления Все Прочее В этот Раз Они Планируют Масштабно Сделать Потому Что 20 Летие Астаны Поэтому Они Планируют Отдел По Всей Стране По Всей Стране 6 Июля Еще Раз Я Прошу Руководителей Ячеек Активистов Выходить На Аккаунт Штаб Начать Переписываться И Мы В каждом Городе Начнем Работать С Вами И При Этом Ячеек В каждом Городе Должно Быть Много Мы С Этим Ячейки Будем Разговаривать Отдельно Я еще раз хочу сказать Что Ячейкам Не надо Общаться С другими Которых Вы не знаете Не искать Знакомых Это Приведет Тому Что К вам Подсадят Комитетчиков И они будут Разрушать Вашу Работу Нужны Ячейки В которых Состоят Люди Где Друг Другу Есть Доверие И Мы Никого Из Этих Ячеек Между Собой Не Знакомим Вы Ячейки Можете Состоять Из Из Двух Из Трех Из Пяти Но Больше Пяти Это Уже Риск Опасно Потому Что Эти Люди Могут Дальше Общаться С кем То Рассказать И Подставить Вас Это Не Должно Быть Только Доверенные Люди Должны В Ячейках Здесь Предлагают Проводить На Какой Нибудь Центральной Улице Ребята Там На Центральной Улице Власти Им Легче Задерживать Ну Просто Так Задерживать Отпусти Да Ничего Не Будет Ну А Не Вы Знаете Что Они Делали В городах В Алмате В Астане Что Они Делали Просто Идет Прохожий Вроде Как Бы Ясно Что Эти Были Наши Сторонники Которые Шли На Митинг Они Налетают Задерживают Отвозят Подержат Три Часа Потом Отпускают И Таким Образом Они Что Добивались Добивались Что Вы Не Добрались До Места До Площади В этот Раз Площади Будут Свободны Они Не Будут Закрытые А Если Мы Улицы Объявим Они Там Эти Улицы Перекроют Расставят Полицию И Все Кто На Эту Улицу Будет Приближаться Будет И Хватать И Вот Подержат Три Часа Отпустят Но Как Раз Тогда Мы Свою Акцию Не Сможем Провести А Площади В данном Случа Они Закрывать Не Будут Поэтому Мы Сможем Провести Свою Акцию Понимаете Я Здесь Ребята Креативные Идеи Бросают Что Синю Футболку Купить Надпись Если Вы Хотите Снять Себя Одежду Потом Одевать Синюю Футболку Ну Кто Сможет Пожалуйста Но Мне Кажется Многие Будут Не Очень Настроены Раздеваться При всех И Одевать Футболки Здесь Кто Написал Что Можно Сказать Халява В том Месте Приходите Получите Бесплатно Люди Поведутся И Придут Давайте Мы Не Будем Начинать Свои Действия С Они Все Время Обманывают Народ Давайте Мы Будем Делать Открыто Честно Быстро Оперативно И Мы Покажем На Своем Примере Что Мы Можем Построить Честную Страну Крутую Страну Давайте Не Начинать Все Действия С Обмана С Провокацией Итак Ребята Мы Уже Вам Дали Координаты Штаб Аккаунт Штаб Заходите Смотрите И Давайте Общаться Здесь Прилагает Эфир Для Железнодорожников Их Даже Не 20 Тысяч Их Более 100 Тысяч По-моему Около 150 Тысяч Человек Но Специально Для них Я Честно Говорю Не Вижу Смысла Делать Ну Так Давайте Мы Для Летчиков Сделаем Для Энергетиков Ну И пошло Для Нефтяников И так Далее Мы Поднимаем Тему Если Они Считают Для Себя Интересно Пусть Присоединяется Слушает Вот Мы Обсуждаем Образование Например Я же Не говорю Что мы Проводим Только Для Учителей Хотя Учителей У нас И преподаватели Полмиллиона Человек Студентов Миллион Но Мы же Не Говорим Что мы Проводим Эфир Только Для Студентов Или Только Для Учителей Преподавателей Мы Приглашаем Всех Более Того Митинг Мы Посвящаем Этой Теме Хотя Многие Из вас Не Являются Учителями Преподавателями Многие Из вас Не Являются Полицейскими И Наверное Некоторые Из вас Только Имеют Или Многие Не Имеют Кредита Но Тем Не Менее Мы Эту Тему Поднимаем Это Общее Нет Смысла Дело Специально Для Железнодорожников Ребята Здесь Пишут Что Перчатку Увидят Просто Задержат Ну Как Они Увидят Вы Когда Вы Там На Площади Главное Главное Туда Попасть Вы Там Спрячьте Перчатки Куда Ни Сумку Положите Еще Что Нибудь Рюкзак Разный Способ Карман В конце Концов Положите Это Резиновые Перчатки Они Собираются Положили Карман Одеваете В тот Момент Во Столько Часов Поэтому Они Синими Перчатками Вас Не Могут Задержать Мы Хотим Организовать Митинги Именно Там В Каком Определенном Месте Чтобы Действительно Была Массовость Мы Не Хотим Чтобы Это Было В Разных Местах В Каждом Городе Это Будет Одно Место И Нам Нужно Добиться Чтобы Там Было Много Наших Сторонников Теперь Ребята Смотрите Нигде Не Пишите Алга ДВК Нигде Я Думаю Что И Алга Казахстан Можно Не Писать У Нас Есть Конкретные Требования Можем Их Написать И Озвучивать Там Но Алга ДВК Не Нужно Сейчас Нам Важно Провести Митинг А За Эти Выкрики Вы Знаете Там Сейчас В Толпе Будут Встроены Агенты Комитет МВД Они Будут Людей Вылавливать Я Имею Информацию Изнутри Поэтому Мы Максимум Что Кричим Алга Казахстан Но Надписи Мы Делаем Те Которые Соответствуют Нашим Требованиям Мы Будем Выпускать Разные Ролики Поэтому Следите За Ними Лайкайте И Ставьте Лайки В Ютюбе Все Прочее Распространяйте Информацию О том Что 6 Июля Будет Митинг По Всей Стране Распространяйте Среди Своих Знакомых Вот Наши Админы Вам Ссылку Сделали В Телеграм Называется Штаб ДВК Выходите Туда Давайте Общаться Я на сегодня Все озвучил Все наши Идеи Программы Завтра Состоится Снова Будем Еще раз Обсуждать Мы Ждем Вас Креативными Идеями Мы Должны До Не Просто Механически Добавлять А Убеждать Показывать Программы ДВК Вот Последнее Время Мы Опубликовали Ряд Программ Программы Для Военнослужащих Программы Для Полиции Это За Две Недели Мы Опубликовали По Образованию Тоже Мы Опубликовали Поэтому Вы Привлекаете Наших Сторонников Убеждайте Их Ведите Агитационную Работу Не Механически Привлекайте Вот Сторонники Понимающие Каких целей Добивается Демократический Выбор Казахстана Так что Ребята До следующего Эфира Сау Волгсдар Завтра Мы с вами Встретимся